Элиза Салинос Успешный телепродюсер, сейчас она производит фильмы. Но в Мексике богатство и успех обходятся дорого. Куда бы она и её семья не пошли, за ними всегда следует небольшая армия телохранителей. Мои дочери росли в мире оружия, охранников и пули непробиваемых машин. А это нелегко. Мехико. Один из самых опасных городов в мире. Здесь каждый год совершаются тысячи похищений детей. Больше похищают только в Ираке и Гаите. Когда мы все вместе, нас сохраняет небольшая армия. Это бывает по возможности редко, но безопасность моих дочерей для меня самая главная. В этом один из недостатков привилегированного положения в такой нестабильной стране, как наша. И я не могу ждать, когда правительство или кто-нибудь ещё придёт мне на помощь и решит проблемы безопасности. Похищение детей, богатых родителей – выгодный бизнес. И на их защиту тратятся сотни тысяч долларов. В 1965 году, когда Элиза родилась, мир был безопаснее. Она была единственным ребёнком Хуга Салина Сыроки и его второй жены Марии. Её отец владел сетей магазинов электро по всей стране. Там продавались всевозможные электротовары – от стиральных машин до телевизоров. Когда я родилась, моему отцу было 60. Он принадлежал к другому поколению, мечтал о том, чтобы я закончила школу в Швейцарии, выучила три языка и научилась печь превосходные пирожные. Когда Элиза была 17, её отец потерял зрение, и всё изменилось. Он настоял на том, чтобы она стала его помощницей по бизнесу и водителем. Мой отец был очень известным и дальновидным бизнесменом. Он решил сделать меня своей помощницей, когда началась моя настоящая профессиональная жизнь. В 1993, когда я была 27, Элиза попала в мир шоу-бизнеса. Она делала мыльные оперы для семейного телеканала «Тиви Ацтека», который они приобрели незадолго до этого. 290 миллионов латиноамериканцев, не отрываясь, смотрели эти сенсационные сериалы. Элиза решила доказать, что её критики ошибаются, и перестала быть тенью своего отца. Я работала по 18 часов в день. Мыльные оперы были у меня на завтрак, на обед и на ужин. Я без конца читала сценарии, правила их, добавляла эпизоды. В течение 10 лет она произвела 40 фильмов, потратив на это около 200 миллионов долларов. Она мастерски придумывала всё новые сюжеты, где обязательно было домашнее насилие и проституция. К 2003 году у неё на «Тиви Ацтека» в «Прайм Тайм» шло 4 сериала, которые каждый вечер смотрело более 30 миллионов телезрителей. Успех Элизы помог Салиносом создать телесеть номер 2 в стране и стать вторым по значимости продюсером испанских программ в мире. Их семья – третья из самых богатых в Мексике. Меня очень ободрило, что могу добиваться успеха сама, а не потому, что я дочь своего отца. Это стало поворотной точкой в моей карьере. Далее. Как Элиза хочет перестать защищаться и начать жить простой жизнью? И почему этот итальянский аристократ собирал виноград, чтобы спасти доброе имя своей семьи? Сейчас Элиза Салинос – один из главных мексиканских кинопродюсеров. С дочерьми Александрой Роберто она направляется на съёмки своего последнего фильма в туристический центр Охака, что в 500 километрах южнее Мехико. Они добираются до места на своём частном самолёте. Их у семьи целый парк стоимостью более 100 миллионов долларов. Самолёты у меня, как с машинами. Мне не так важно, какая модель, и чё производство. Уже самое с самолётами и яхтами. Главное, чтобы мне в них было удобно, и можно было быстро добраться, куда надо. Куда бы Элиза с детьми направлялась, команда охранников всегда рядом. Я люблю бывать на съёмках. Приезжай посмотреть, приезжай посмотреть на рабочую бригаду. Очень важно быть в хороших отношениях с теми, с кем работаешь. Мне много раз говорили, что у меня материнский стиль, но для меня это достоинство, которое очень помогает шоу-бизнесу. Но это было для меня более, чем дефект, и, особенно, в бизнесе, в интернете. Этот фильм – музыкальная комедия в одной семье странствующих музыкантов. Бюджет фильма – полтора миллиона долларов, и производит его её собственная компания «Лиза Саллинас Корпорейшн», основанная в 2003 году. Мне совершенно отдельный от моей семьи бизнес. Я приняла такое решение, это был мой выбор. Когда я начала свою профессиональную карьеру, я уже была независимой. И с моим последним проектом так же, как когда я начинала. Она уже выпустила 25 фильмов от таких блокбастеров, как «Плетённый человек» с Николасом Кейджем, до вот этого.